Привет! Я с еще в таком не готовом виде готовлюсь. У нас сегодня будет насыщенная программа. Меня сегодня обещали не пугать медведям и всякими прочими дикими зверями. Ребята, всем привет! Сейчас мы находимся в интересном месте. Это дом, воссозданный в стиле 19 века. Наверное, какой-то это такой барский дом, вот северный. И сейчас я вам его покажу. Вот он находится сзади. Посмотрите, двухэтажный дом. Это реконструкция уже. Как они выглядели в 19 веке. Сейчас мы зайдем внутрь, посмотрим, как что было сделано. И вам все покажем. Горница была, горница. Горница не здесь, наверху. Наверху горница? А ведь не знаете. Так, Мишаня, давай печку разглядим. Смотри, какая она интересная. Печка здоровская. Видите, здесь сделаны юшки для того, чтобы удобно было чистить каналы. Вообще, в бедных домах закладывался кирпич. Который не закрепился, да? Нет, его замазывали, но не замечательно. Потом он выбивался в канаве. На очистке. Эти кирпичи выступали с печки, чтобы не искать их, не угадывать. Эти кирпичи ошибались и врачи таким образом очистил с печкой. Потому что вот это было дорого. Конечно, да? Это было дорого. Да что там, тогда дорого. Это и сейчас дорого. О, ребят, смотрите, самовар и дымоход у самовара как раз вот выходит в печь. Вот, а вот это вот краски станок. Чтобы его в доме готовить. Да, да, да. То есть, наверное, умеючи можно и что-то изобразить на нем. Причем этот станок сделан совершенно ручной. Старый. Ну, это старый, наверное, да. Старый, настоящий. Просто откуда-то это самое. Ален здесь рос в этих краях, да? И он разделен. Вот это гребенка для чего используется. Понятно теперь. Мне нравятся ниточки. Старая фотография, ребят, смотрите. Девушка. Вот такие ноги на педалях. Шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу. А вот это как использовалось? Это как это значит, что лучше одевали. Ну, эти какие сундуки. Старые тоже взлетались. Качалась, да, смотри. На полу. Вот так, ребят. Качалась люлька, да. Детишек качались. Все правда. Мы жили на ветках. На деревьях мы жили. Качались, видите? По крайней мере, пока ходить не начали. Да, да. Все начиналось именно с этого. Смотрите. Веретиона. 1922 год, ноябрь. Вся прялка Елены Петровны Вершининой. Эти именные были прялки. Именные прялки, да. Сандучок. Буковое веретено. Буковое веретено. Буковое веретенки. Буковое, да. Это мини-мини сейф. Ножницы старинные. Ножницы старинные, да. Кованые ножницы. Кузнец тогда бил немного. А вот люлька, да, как видите, маленькая девочка. качает братика и стрелку это же еще и как средство самоборот а этот смотри он просто грелся на плече значит мало того что к это еще и спорт инвентарь ну да то есть женщины были такие что 2 попробуй такую штуку потягать сколько не не знаю килограмм 5 то есть точно уж побольше даже вот маленький утюжок такую конечно интересный детский на дном такой ребят откопать где-нибудь найти по земле вот это вот меня все удивляет вот мы за такие деньги покупаем то люльки с электрическим приводом прочее а вот действительно качнул и все и на прыг-прыг-прыг-прыг дешево сердито вот я думаю для чего это кольцо мы находим их часто вот для чего люльку это самое подвешиваю то все кольцо шерека кольцо интересная штука я думал это лук но говорят говорят связано что-то с технологией с технологии изготовления лена а он обработали его данным вот тоже скорее всего этот лен отбивали ломали 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 волокна нить измягчали его ты помощи не в костюм натуральный дышит не не воняет это мешки на расческе потом по настроению 1 помягче и 1 позже работа вот деревянная нога сапожки раз раз это для валенок разнашивать для детской вообще ножки а ну вот они по размерам что я и думаю что это вот они побольше 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 мы видим и посмотрели на голландцев хотели сделать курительную трубку сделали для валенков вот члены машинки с ножным приводом что это у нас сингер сингер это не зингер есть две фирмы было сингер и зингер помнить такую легенду что их очень много искали когда-то скупали легенда гласила что первые машинки зингер шли с платиновой шпуле она не изнашивалась и прочее там несколько до сотого номера наверно машинки эти были очень дорогие а потом этот сплав заменили на какой-то но все продолжали искать также зингеры скупали в деревнях только не знали куда их потом деть и часто путались сингер это ручной приводом надо было вдвоем шить нет один человек шел одной рукой просто за счет массы плавненько его за счет массы раскручивался потом по инерции вот колодки для обуви то есть вот делали обувь вы смотрите как какая была модель не уже уже тогда под под каблук смотрите в итоге все это из италии из италии все это вон это было вот инструмент обувной полоток смотри настоящие сапоги деревянные посмотрите ребят деревянные гвозди подошла до и деревянные гвоздики а деревянный лук с железными гвозди они намокали набухали никогда не вываливались налогу не пропускать настоящий удивительно ничего себе так ну а это это за это сто процентов клали в туалет чтобы чужие не ходили туда это в дровяницу клали возле нее для соседей вообще куда угодно соседей капкан я думаю он и сейчас работать будет прекрасно взводи это берестяной тыс и туисов да может не туисов вот такой промысловым и отдела вот эту рыбу до рыбу колоть семга шла на нерест учену на каждый крючок по одной штуке держал подержал достался бы так встряхнул и снова подержал подержал она сама накалывала ну а что раньше ребят такие времена были семга сама накалывалась мало того она на берег выпрыгивала еще вот такая была прикольная семга а сейчас мы только знаем как она это сама выглядит дико это сейчас ребят уже даже в печоре печорской семги найти а говорят это американцы придумали шляпы шляпы придумали мы сделали мы их из бересты настоящая береста березовая такой шляпе да он кстати от солнца не помрешь вот и окрас жары не жаришься вентиляция мы не согреешься слушай зато такой шляпы в любую погоду можно развести костер ну как я вам скажите не отразим вот это что такое это для ягод или для чего а соль ягоды хранили в таких слушай а удобно раз взял высыпал ну да да горловина игрока канистра там такой вот уисок берестяной а это что такое не узнаешь даже пинал школьник пусть такой с деревянным дом не пинал наверное что-то это сама здесь ложку хранили который тебя пол бубили постоянно вот такие костюмы вот такие до половички делаются вот на таких станках делались какое какое здесь среднее бревно вот вообще 38 сантиметров ребят вот рука 10 сантиметров больше 40 у валенки то есть развивались прямо тут а чего хотели пришел пьяный барин один валенок в один в угол другой в другой бац на кровать или мимо кровати и спит никого не трогает вот так у него потому что было две кровати мог ждал пасть мог сюда упасть живой поругался ушел сюда ругался жену в сундук а я вот тоже думал на той печи почему для чутки палочки так вот будет тоже завешиваться до . так много чего хранилось и лишние закрывали до открывалась и валенки сушили она не торчала постоянно здесь вот тоже печь 4 юшки богатый барин здесь же по 4 юшки в печи то в общем вот тут барин делал этих барчат 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 делал барин ой 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 вот вообще богата здорово как по лавкам тут можно тут не семеро по лавкам тут 75 можно по лавкам было рассадить они действующие тапки а можно примерить о блин мой размерчик общий такое интересное ощущение на самом деле как будто бы я снова в каменовеке нет пар кстати прикольно нет у нас прикольно очень ощущение такое как будто вы идешь постоянно по разнонаправленным досочкам небольшой очень интересно я скажу наверно с привычки будет очень удобно так по дому то шоркать нормально так но я не ошибся он сам самый барский один тапки тут вот барчат тапочки вот а тут жены барина были ну не все наверно жены были ничего себе а зачем у него две лейки а это чтобы напополам мыться заодно хвататься другой мыться слушай удивительно вот здесь можно было руки помыть там перед едой наверное ну и вообще умыться мочку быть мужа здесь что-то хранили тут здесь и огурцы а ну все право мыс огурец вот такая медное блюдо вообще удивительно полотенчики выше то здесь такой лаунж был лаунж то есть пузо набил лёг на бок и лежишь там это одним глазом смотришь то о чем говорит ой наелся я квашеных капуст да буду лежать глазом моргать одним а вы мне рассказывайте что в комментариях лайки ставьте там может мы где ошиблись в описании так вы поправьте нужны горды мы сами учимся и вам чуть-чуть показывает чтобы наши шишки видели здорово ну барин даже глубоко быть хорошую ну вот такой стол здорово огромный стол ребят вот смотрите вот так вот 40 человек да ну вот как углил барину я вылитый барыня вот мишка вот точно видит здорово здорово такие камчатка мы с вами да так затем столом сразу там сосед соседу плюет в глаза рассадили по ранным углам все и не хочу найти у них своя свадьба у нас своя зачем такие широкие столы дела зачем чтобы ложку пробу нельзя было получать я сгорю мишка полу постоянно получал вот в углу иконы о тут текст и песен деревня моя деревянная дальняя смотрю на тебя я прикрывшись рукой ты в легком платочки июльского облака весну что в черемухе стоишь над рекой вот так вот да ребят тут вот такой шкаф посмотрите господи пока это все протопишь быстро топятся в доме тепло до зимой ну конечно еще и бревно такое что если на конопателе то раньше мухом скорее сюда делали мухом надо уметь он заразы еще растет уже стоянно крошится будет мусор да ну что могу сказать молодцы спасибо большое за то что нам показали все это и показали нашим зрителям колоссальная конечно работа и весь этот ребят проект сделан для того чтобы вот сюда наводят детишек из из школ из разных учреждений приезжают люди на экскурсии дети на экскурсии приезжают для того чтобы понимать как был устроен быт деревне там 19 века чтобы иметь представление ну что ребят вот приспичило вам и вы так раз барин вышел такой из спальни такой я не знаю почему у него отдельного входа нету и такой вышел такой хова зашел а тут бац тебе усадьба и на кого на кого смотри да берет эту самую а там их видали это был такой туалет плотная затычка да вот такая вот чтобы барина нос не раздражать вот так вот забор был посмотрите какая красота какой вид ух прекрасно здорово очень-очень познавательно по крайней мере мне познавать не знаю как вам нам очень интересно было побывать в таком доме нам даже дали тапки поносить мишки шляпу померить а это вот как это вот нам еще одну комнату сейчас сказали что есть тут немножечко беспорядок потому что еще проходит ремонт все это готовят это в стадии доработки постоянной здесь будут свечи света нет вот работает генератор но здесь все освещается свечами лампами керосиновыми как было когда-то печки все функционируют вы топите их да все то есть по полу прям жалко это самое ходите аж это сама так и думаешь как бы в залу не наступи чтобы потому что видно что он не обработаны все эти следы еще станцию но в принципе ребят никаких раньше обработок пропиток не было и все вот у вас создается так как оно было ли через пять здесь будет прям вот четкая обстановка до 4 года он уже да ну что-то вы не на топали особо то или шлифовать северная северная плотная очень очень плотно очень плотно я говорю потому бы здесь и дома стоят по 150 лет стоят во первых сам климат для гниения не располагает особо а вот там внизу она на современный ну конечно 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 я нашел себе ложку хо 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 ну мишка тебя не похудеет точно слушай недавно неделю тут путину ничего из нее можно с кастрюль слушая а вот так можно от дождя укрыться мешай нее можно даже не набирать просто макнул в кастрюле облизываю слушай так это еще хорошая защита от дверей там всяких разных нашелся ложку зонты и дубину вот кстати деревенская перегородка как ее любят делать вообще в деревенских домах я все удивляюсь ну какая может быть личная жизнь папка матка вы мне что там братика делаете опять вот примерно так это выглядело все вот такие катки стоят 906 год а а вот панинг восемьсот пятнадцатый год 1915 года это воронка да да это воронка ребят вот такая вот была воронка в бутылке наливать что там ягод сок на варенье накладывали где такие две ложки сахара и все умрешь ну что ж ребят здорово было конечно очень интересно очень познавательно и наверное здорово что ребята придумали такую вот машину времени ее могут посетить и дети и кто-то прийти на экскурсию посмотреть как это все было устроено вот сколько мы бываем старых домах это нам было достаточно интересно посмотреть как все это работало и узнать что для чего использовалась потому что допустим ткацкого станка я ни разу не видел собранном состоянии и всегда видел от него запчасти и пока сломаешь голову от чего это чего лежала ну вот надо быть наверно мастером сейчас мы скорее всего подымем коптер и немножечко полетаем посмотрим здешних зверей здесь говорят в лесах много живности и нет нет она попадается даже на глаза пойдемте посмотрим вот вот Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца Если понравилось, ставь лайк Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики Вот это для тебя подобрал YouTube Вот это наш самый последний новый ролик И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь Нажми на кружок Спасибо, пока!